Я там все сфокусирую Я тебя сфокусирую Я тебя сейчас так сфокусирую А где лампа горит красная? Вообще нет красной лампы Что за дела? Что за дела? Вся наша жизнь обман Ребят, ну это конечно Записи дела на самом деле обман По большому счету На самом деле обман Хочу спеть вам Сегодня, ребята, 28 февраля 2019 года Последний день Официальной календарной зимы По этому поводу Как шутка Весна идет Весна идет Мы молодой весны гонцы Она нас вышла Вперед Ребята, шутка Рассказываю Анекдот Хороший Не анекдот, в смысле Это были 1980 год Олимпиада в Москве Я тогда играл В ансамбле цветы И мы Давали правительственный концерт В театре советской армии Там построены Такие были бы сделаны Штук там 8 или 10 Гримерок Каждый из них Людмила Зыкина Кобзон Магомаев ТВДТ Ансамбль цветы Который Стас договорился Мы там все В зале сидит Брежнев Политбюро Все генералы Все эти маршалы Все министры обороны Все И концерт Посвященный Какой-то там Какой-то серьезной дате Мы сидим все В гримерках Ждем Когда нас позовут В этот момент В вестибюле А там же Театр советской армии Старое здание Ходит человек Какой-то Как оказалось Народный артист СССР Солист Большого театра СССР Звали его Евгений По-моему Кипкало Такой вот И вот он ходит И вот он ходит Там Вот А мы сидим в гримёрке. Это не базар, это нормально. Нет, это история, это история, история реальность. Чувак там ходит, поёт, распевается. Мы тут все сидим, думаем, ёлы-палы, меня заело. А он же там поёт, ходит. И вот это... Я думаю, ёлы-палы, что же делать? А я сижу в гримёрке, а там открытый верх гримёрки. Знаете, когда без потолка, вот эти гримёрки, просто как кабин, купе. Я из гримёрки беру, а я же прошёл ансамбль песни и пляски. У меня же Байк Николай Иванович Кунаев, он же меня научил в своё время правильному голосу. Он же мне сказал однажды, Белочка, ну-ка один спой, не плать, девчонка. Ой, да, это ещё что такое? Что за подворотня такая? Мне здесь нужны солдаты, настоящие мужики, чтобы всё, земля тряслась. Я говорю, понял. И Яков Аналич Занечковский, у меня такой у нас был тенор, он говорит, Вовочка, пойдём в ленинскую комнату, я тебе всё покажу. Я, да, буквально там неделю прослужил ещё. Заходим, у меня, ну-ка, а у него голосы, ядрённые солдатские голоса, вот эти металлические. Он мне, ну-ка давай, возьми на то. Я, аа, не, 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 возьми на то. Аа, 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 ааа, ааа. О, о, запомни это состояние. Смешно? О, запомни, вот на этом состоянии. Ааа, давай, а теперь со словами. не-не-не-не-не-не ну давай ни то ни то ни то а не плачь о-о-о запомни знаете как я как в армии да ты про иди сюда а мы же там пришли Битл сыграем и туда-сюда и наше пение вот эта молодежь эта Петловская оно в армии вообще не прокатывает ни как там же надо День за днем идут года Зори новых поколений Но никто и никогда И не вспомнит имя Ленин А теперь всем Ленин всегда живой Ленин всегда с тобой В буре надежды и радости Па-па-па-па-па Ленин в твоей счете В каждом счастливом дне Ленин в тебе И во мне Я как-то ехал в Москву И я поработал 500 долларов Тамбуре Где курили Ну нас собралось Четыре человека во всем вагоне Афганец Какой-то большой Я думал бандит Но он оказывается аграрий А я с гитарой Еду там в Иваново на гастроли Они говорят Знаешь что Ты поешь что ли? А вот Басков как тебе? Я говорю Ну у нас вся консерватория На басковом расчет Они говорят Да ладно Ты и так не можешь На чем я заработал 500 долларов Ровно вот Я сказал Басков Где воля Пересай У меня такие Значит так У нас в Сходне Сейчас вот концерт Утром я сейчас позвоню Позвонили Я утром С московского поезда Уехал в Сходню 500 долларов Я поехал дальше На гастроли Счастливый Я уже все заработал Вот так Нет Надо было басково Учеркать Спасибо чувак Какой басков Как я заработал 20 гривен 20 гривен Тогда большие деньги были На Украине Сейчас скажу Да Я привел один раз Туда свой Ровно Классик Нет Кок Привет Ну вот А там рядом Гена такой есть Ну я не знаю Кто в Коктебеле Вот он знает Володя Бандераса Там постоянно Едет Дуча Дуча В Коктебеле постоянно И вот Короче говоря И вот он там играет Там молодежь собирается Очень любит Чижа Очень любит Вот эти песни Там молодежь собирается И вот они играют Вот эти песни Ну на самом деле Ну на самом деле Чижа почти все не его Но кое-что есть его Я очень к нему хорошо отношусь Я еще раз говорю Я очень уважаю его Я Серегу очень уважаю Ну а я поставил инструмент Там Серега у нас Где-то на гитаре Он вообще не играет Ни разу ничего не сыграл Вот я играю И короче говоря И вот я сижу играю И вдруг ко мне приходят Рядом Ну а мне примерно смысл Там кафе рядом Они все рядом играют И друг друга все забивают Потому что там кафе Штут 300 наверное все С пушником И везде музыканты И все профи Ребят там профи в высоком уровне Все играют И все с пушником играют И мне приходят И дает Говорит Давайте вам 20 гривен дам И не играйте Это вообще это класс Когда ты говоришь Извини меня Да Карась дает Для того чтобы ты молчал Да Чтобы ты молчал Нет Мы забивали Мы забивали А он мне приходит Ребят Деньги есть Володя Вопрос Что такое Все Ребят Я тоже пойду выключать Так Из Моих воспоминаний Из моих воспоминаний Карась назывался Карась парнос Сереж Да Что такое карась Карась Это Человек Плывущий К оркестру С протянутой Плывет карась Это человек С валютой Да С деньгами Идет в оркестр И просит спеть Понравившуюся Или любимую свою песню Например Чужая жена Или шизгару Давай Дипапал Смок ин зе ватер Давай Не Не Так они говорили по-английски Смок ин зе ватер Шизгар Для моего друга из Бириджана Миша Карась Это человек Парнос Это то что к тебе приходит А что с парносом Какой плывет карась Вот я и вспомнил Карась иногда плывет не в тяник Из северных Да Те кто И к тебе плывет И он гуляет свою даму Да Он ее танцует И поэтому он кладет денег Ему не важно Да То есть А парнос Это то что мы уже Выходим Да И то что делится Уже делится на всех музыкантов Это парнос основная Карась плывет для людей Карась Человек Это человек Человек Я думал А что он как-то повел Дай мне Иисус парносом Какой плывет Миша В чем кайф кабачного музыканта Да Это в том что Когда тебе приходит человек Вот он подходит С деньгами Ты должен на эти деньги взять Умеришь ты А ты обязан Ты взял Я сочинил песню Одинокий мужичок за 50 Честно Это я сочинил Да брось ты сам Эта песня Божи Стоконечку Колпаков Колпаков Старший Я это дерьмо не слушаю Поэтому я никогда в жизни ее не слышал Подошел в человек Нет Нет Это не Колпаков Приплыл карась Принес деньги А у меня тут Взрослый мужик Я должен Эти деньги Принести всем Я взял деньги Я сказал Сейчас у нас маленький Я перепутал Я не слышал Этой песни никогда Я положил ее Ну вообще На комбайн Мы вышли Нашли где-то в этом В Талмуде текст Ну да Я говорю Надо разозвучать Вот Именно в этом была Комбачная Ну да Рукорольщики играли Почему Слова Все Паузы Да Паузы Это где-то в Мексике Сейчас в Мексике А тогда Когда мы были на гастролях Он приезжал К нам Когда на концерте Мы были в Нью-Йорке Он приходил Там вся русская диаспора Вся наша русскоязычная Приходили Вопрос на засыпку Как можно было попасть в граффит-турне По Барнаулам Вот эти вот Ансамбль Елая Просто смотрел По телевизору Они очень гордились Что очень трудно Попасть в гастрольный граффит Невозможно практически Мы гордились Не тогда В 80-х лет Нет Мы гордились Когда нам платили 15 долларов Долларов Если мы по 15 странам Это были большие деньги Это были концерты Доллары Было ничего не плохо А у нас все было гораздо проще Когда мы работали в концертной организации В Росконцерт Лен-концерт В МОС-концерт Ну и сейчас вроде Составляется этот гастрольный план На полгода или на год вперед Лен-концерт составляет Да Ну нет Лен-концерт Росконцерт Не важно Есть директора Есть гастрольный отдел Которые составляют гастрольный план И ты следуя этому гастрольному плану При советской власти Вот именно ее Леонида Ильича Брежнева Едешь На месяц На полтора По городам И висим Советского Союза Когда надо было попасть Тебя Надо никуда попадать За тебя За тебя все делали Нет, про то, что надо сдать программу А! Не совет еще Худсовет Нет, нет, нет Худсовет это совсем другая Другая штука Для того, чтобы тебе дали гастрольное удостоверение Разрешение на гастрольное удостоверение Лицензию Для этого нужно было сдать Худсовет Что такое Я познаю Перед тобой Перед тобой Перед тобой 10-15 человек В зале Нет Комиссия Комиссия Ну, как на экзамене Вот Перед тобой Они Ты поешь И играешь им всю концертную программу Которую ты будешь играть Если Примут у тебя эту программу Ты будешь ее играть Для советских людей Для слушателей В любом городе Советского Союза Вот Они В данном случае Как цензура выступает Они проверяют Благонадежность Нет ли В песнях Которые вы сейчас покажете Нет ли там Какого-то второго смысла Какого-то А машина времени как прокатывала? Она не прокатывала Она была любитель Она была любительская 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 До 80-го года Это был любительский Я знаю Они продались в концерт Да Они продались в Москонцерт Ой, в Московской властной Так они Саульского пели Нет там же везде Довольный смысл Ну, коллеги Вот поэтому они Только к 80-му году Но Высоцкий тоже везде выступал В КГБ везде выступал В Саульске Да Ну, у них все равно В 80-м 81-м двойной смысл И сейчас И сейчас И сейчас Сейчас нет худсоветов Но Пребрежневы-то были? В 80-м двойной смысл Они все 70-е годы были В 60-е Всегда Всегда В 80-м двойной смысл В 80-м двойной смысл Она не перестройка Началась А начались послабления Ну не очень Да Ребята, не забудьте что у Андрея был Лёша, брат, который в аппаратуре... Это чего, Серёга? ...весь Росконцерт. Это что это? Кассета. Это была выизнанная группа. Я тебе кассета, Суровка. Оставляют кассета, хорошо? И на СГСК. А чем ты можешь работать? На Японском. Работать. Сыграть. Никто не знаешь. Мы же паяли там, да? Да мне завтра еще. Ну, я младен. Здесь как супер популярная личность был выгоден Росконцерт. Ну, вот тогда Росконцерт. Друзья, всё, всё собирал коммерческий. Это тоже кадром про Стамбул. Из-за того, что продаваемость машины времени была стадионная. Слышно. Не концерт, который пришло на 100 человек. Когда на концерте ходило по 5-10 тысяч. По-моему, в сезон, это не верно. Ребята, у нас записывали. Вот тогда, вот тогда, никакая концертная организация для того, чтобы чувствовать себя в полном порядке, никто не мог отказаться от ансамбля, который приносил им баснословные прибыли. Потому что сам ансамбль не стоил ничего. Вот я же, я играл в ансамбле Добрый Молодцы. Вот Сева Новограуцев у нас художественный руководитель. Мы приезжаем во дворец спорта. 6 тысяч битком. 3 концерта в день, в одном городе, неделю, там, 18-20 концертов. По 4 в день иногда по субботу возгрузить. По 8 рублей за концерт. Нет, нет, нет. Самый дорогой билет в то время стоил 3 рубля. Музыканты получили... Нет, 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 не путайте. Люди, которые приходят на концерт, стоимость билетов по полутора рублей до трех. Вот умножьте вот эти, хотя бы 2 рубля, там, или рубль, умножьте на 6 тысяч. 6 тысяч рублей. А музыкант получает палку. А музыкант получает, вот, или вот, установленная государственно-тарификационная ставка была Министерством культуры СССР, Екатерина Алексеевна Курцева, Пётр Анилович Деевича, всё. У меня высшая категория, у меня дома до сих пор дома лежит, это артистационное удостоверение артиста. Высшая категория в вокальном страте уже, в 17... Нет, 11... Нет, в 73-м году 11 рублей. 11,950. Ребята, 11,975. Я не... Вот так. Слушайте, я пришёл в один концерт, у меня было 17, а до этого было 5,40. Вот уже 8,7. Ребята, я просто... Про 15 лет назад, когда был... Потом пришёл... После Фурцевой пришёл Пётр Анилович Деевич. Мне просто интересно, как это... Вот. Дело всё в том, что коллективы... Вот у нас ансамбль. Мы, естественно... Наш ансамбль стоил... Вот возьмите, у нас примерно было, сейчас скажу, 12 человек на сцене. И, по-моему, 6 или 8 человек, обслуживающий персонал. Там все эти технари, которые носили аппаратуру. А где это? А? Это фабрика. Фабрика, конечно. Фабрика, это... Вот вы можете, грубо говоря, за Дворец спорта мы получали двойную ставку. 22 рубля, минус все подоходные налоги, бездетность, комсомольские... За профсоюз, земляет, союз. Чистыми деньгами, грубо говоря, где-то 15-16 рублей. Вот. Умножьте это на 15 человек, вот которые... На 20. На 20 человек, чтобы для роботчата... 300. 300, ребята. 300 рублей. Самолет, гостиница. 18 рублей самолет... По заключению, гостиница стоила рубль 62 рубля. А самолет 18. Хорошо. Грубо говоря, 400 рублей, 500 рублей. Вот 500 рублей возьмите на самолеты, до Сочи долететь, сколько там, 18 рублей стоило. До Москвы 9 рублей стоило, 9.80. Вот возьмите 500 рублей за концерт. У вас Дворец спорта. 5500 чистая прибыль. Умножьте наличка, умножьте на 3 в день. Сразу 15 тысяч в день. Умножьте это на 20. Ну, каждый картинок, 5500, умножьте на 20. Вот, грубо говоря, больше 100 тысяч. 100-120 тысяч. Старыми. Старыми деньгами. Сколько стоило Жигули? Жигули стоило 5000. Вот вы получаете... В одном городе государство получало там 20-30 автомобилей Жигули. Это завод. Да, да. Вот представьте, а артисты получали всего там 400-500 рублей. Тут даже не важно соотношение. Вот все, тут... Где сейчас? Почему они не понимали сейчас, что хороший артист, вот, ну, правда, хороший... Будут давать деньги. Это фабрика. Мадонна, которая выходит непоющая, да? Это завод, который работает, вся экономика работает на нее. Только у нас в стране почему-то люди, которые... Не врубаются. На них пойдут. А им не надо это. Вот скажи про в мире живут. А им не надо, сейчас... Скажи про имя, только кинь. Пойдем. А те акценты сместились сейчас в плане вкуса... Вот в плане вкуса зрителей к происходящим событиям на сцене. Очень здорово поменялось. Есть такой нюанс один, очень важный. Что такое, например... Почему, например, иногда на концерты ходят зрители, которым вот 30-40 лет. Потому что это на сегодняшний день, это более-менее самая платежеспособная категория. Потому что люди, которые вот 50-60-70, которые живут на пенсии, у них уже немножечко... Потому что билеты дорогие, билеты иногда стоят по 3, по 4, по 5, по 10 тысяч. Они за 200 не идут вообще. Им предлагаешь 200, а они не идут вообще. Да, да, да. Вот в том-то все и дело. И поэтому сейчас получается, что такое там, например, Григорий Лепс. Вот он стоит, стоит у него гонорар 50 тысяч евро. Вот умножьте там 3,5 миллиона рублей, там или 4 миллиона, 5 миллионов, стоит Григорий Лепс там в каком-то фактическом зале или в доме 20. Вот для того, чтобы ему стоять вот эти деньги, сколько нужно назначать цену на билеты? Много. Много. Исходя вот из этого, исходя из платежеспособности, населения, к нему же не ходят тетеньки, которые любят поющие гитару. Им это не надо. Для него Григорий Лепс это там что-то такое недосягаемое, это что-то из другого опера, он там поет, орет, там что-то. Я тебе не верю! Ну, панарки. Да? Панарки. Важно. Какая разница, понимаете, главное, что артист вышел на сцену, в зал пришел тогда, поэтому публика, вот у нас жанр, у нас жанр, вокалист, пунктальный жанр, мы там ездим по контролям, а там приходят люди, которые еще хоть что-то помнят из-за ансамбля поющей гитары. Они принимают блестяще, мы грех жаловаться. Понимаешь, почему? Но тем не менее, это люди, которые считают копеечку, и для них каждое там 100, 200, 300, 500 рублей лишнюю заплатить за концерт, для них тяжеловато, а еще семью пить. Ну, они готовы. Смотрите, они любят. Я понимаю, шикарный кабачный музыкант, идеально. Вот это идеальный кабачный музыкант. Стас Михайлов. Это идеальный кабачный музыкант, вот это 100% попадание. Ну, у нас старые-то какие-то... Я не знаю песни, собственно. Они пришли позже, чем вот эти клоуны, которых непонятно. Я с дядей Сашей, которого Женя... Недавно умер. Женя Осин. Женя Осин хотел у меня на жену. И у него гитарист, дядя Саша. Это что-то отрицающее. То есть, это настолько аккуратно. Играй богу, одновременно. То есть, там уже аргетика есть. Я никак не могу понять, а почему вот эти солисты... Вот эти люди, которые ничего, по большому счету, в музыке не стоят. Под ними работают музыканты, которые...